Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Напомню вам, что писал преподобный Григорий Синаид. Это XIV век. Прелесть, говорят, в двух видах является. Лучше – находит. То есть не только является, а находит на человека. Лучше это сказать. В виде мечтаний и воздействий. Хотя в одной гордости имеет начало своё и причину. Первый образ – прелесть от мечтаний. Сразу скажем. Мы с вами, когда рассматривали инославную мистику, то, в частности, останавливались на таких ярких примерах католических святых, которые находились именно в состоянии мечтательности, вот этой мечтательной прелести. Доходило дело до того, что им являлся уже Христос и объяснял им всё Священное Писание и даже сердце вынимал, там, помните, и, в общем, там целые романы уже происходили на этой почве. Смотрите, мечтательные. Хотя явления происходили эти в очи, то есть хотя они видели это и этими глазами. Слышите? Уже до какого состояния можно дойти? Тут уже, как говорят святые отцы, тут уже помогает сила вражия. И апостол Павел же об этом пишет, что сам сатана в образе ангела светла может явиться. Так и здесь мы знаем из житий святых много, немало случаев, скажу, когда сам Христос, кажется, является подвижнику и говорит ему, помните, на колесницу, становись, за тобой колесница приехала. Да, счастья на небо, как пророка Илью вознесён. Благо успел перекреститься, сказать, Господи, благослови на небо лететь. Да, колесница не выдержала, рассыпалась. Так вот, это вот мечтание – это очень распространённое явление. И оно уже на своих этих высших, что ли, ступенях, на большой стадии развития, конечно, приводит тут к таким даже лжеведениям, видениям лжесвятых, лжехриста и так далее. Но надо иметь в виду, что, а кто не заражён мечтанием? Мечтательность. Правда, эта мечтательность у нас может касаться других материй, может, различных земных, да, и страстей и так далее. Но, в общем-то, корень-то, он один исходит. Эта способность человека задействована в данном случае, и она вводит человека во что? В заблуждение полное. Любое мечтание – это есть нечто иное, как создание себе определённых фантазий, которыми человек сначала живёт вот в данный момент, пока он мечтает. Но если он продолжает мечтать в этом направлении и продолжает, тем более, с усилием, то есть такой закон духовной жизни. Оказывается, который очень хорошо выразил преподобный Марк Подвижник, сказал, что всё невольное, подневольным он в данном случае разумеет, разумеет те грехи, подчас крупные грехи, которые уже совершаются человеком невольно. В каком смысле невольно? Он же не может совладать с собой. Представляете? Так вот, он указал на великий закон, знание которого крайне необходимо каждому христианину. Всё невольное совершается по причине вольного, совершаемого прежде вольного. Поэтому Марк Подвижник и пишет, что, помните, я вам зачитывал это, о том, что всё совершаемое нами греховное начинается с мысли, слова же, дела, различные поступки, как таковые, они являются уже следствием мыслей, следствием того, что совершается в нашей душе. И вот мечтательность не рассуждение о Боге, а именно мечтательность, фантазирование, оно является, оказывается, одной из таких способностей человека, который, будучи направленным в русло духовной жизни, приводит человека к состояниям, именуемому состояниям прелести. Вот католические святые великолепно нам проиллюстрировали, до чего может дойти это дело. Так вот, значит, Григорий себе это пишет. Значит, первый образ прелести происходит от мечтаний. Там человек начинает видеть и святых, и Христа. Второй образ начало своё имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. В этом состоянии прельщённый берётся, пророчествует, пророчествует, представляете? Даёт ложь и предсказания. Он даже говорит так. «Бес, непотребство, омрачив ум их, сладострастным огнём сводит их с ума, мечтательно представляя им, некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица». Вы видите, тут выписано не всё. В общем, он делит на два вида прелести. И говорит, один вид прелести, как говорят святые отцы, кренится в сердце, другой – кренится в уме. Вот который в уме, мы с вами говорим, это от мечтательности, который в сердце, он говорит, это от похотения. Причём речь идёт не просто от похоти плотской, знаете, такой, речь идёт не только об этом. У нас так много хотений, так много желаний, и в частности желания того, чтобы все нас прославляли, все нас хвалили, все видели в нас человека какого-то необычного и так далее. Вот эта вот похоть, гораздо, может быть, худшая даже, может быть, других похотей, она от человека приводит к тому, что он, может быть, иногда, как говорят святые отцы, что эти люди меньше, реже сходят с ума, чем первые. Ну, тоже, как он пишет, да, бывает, сводят и с ума этих людей. Вот. Есть ещё одно очень важное замечание, которое имеет непосредственное отношение уже не к чему-нибудь, а к священническому служению, монашескому служению. Ну, монашеском не думайте, монашеское, значит, то, где постриг. Может, человек и без пострига пытаться вести монашеский образ жизни, сами же понимаете. Антония Великого не знаю, кто постригал, Мария Египетского не знаю, никто не постригал, а это была монахиня такая, в которой даже помыслить, посмотреть даже трудно, какая высота была жизни. Так вот, о чём речь идёт? Речь вот вот о чём. Что один из видов прелести заключается в следующем. Когда человек совершает все положенные правила, молитвенные правила, логосужебные правила, определённые, может быть, налагаемые на себя или даже духовником, какие-то, так сказать, поклоны, молитвы, чтения, там, псалтири и так далее. Но предупреждение какого рода? Если человек при этом, при всём этом, совершая всё это, не обращает своего внимания на молитву внимательную, покаянную и благоговейную, то есть он при этом, если всю свою силу душевную не обращает именно на такую молитву, то, оказывается, такой человек очень легко, легко впадает в мнение о себе. Это мнение заключается в том, что он думает, что он уже всё совершает, он всё делает, он уже, так сказать, на пути к Богу. Помните, я вам приводил пример из Игумнии Арсения, когда сёстры её, так сказать, были недовольны, когда она говорила, какие вы христиане, что они говорили, мы всё исполняем, а она их обличала, что у вас ничего нет христианского, вы заведённые часы, а внутренней жизни, то есть внимание к своей душе, к своим помыслам, внимания в молитве у вас нет. Это, кстати, я вам скажу, это беда настоящего христианского мира, ну, и православного в том числе. Мы молитву обратили в вычитывание и довольны этим. Главное, и довольны этим. Удовлетворены этим. Я прочитал утренние молитвы, слышишь, моя совесть спокойна. Я её заглушил, завалил этим хламом. Простите, что я так выражаюсь, но если молитва без внимания совершается, это хлам получается. В каком смысле без молитвы? Обратите внимание. В каком смысле надо понимать? Не в том смысле, что мы можем молиться нерассеянно. К этому надо достичь. Это не так просто. Совсем не в этом смысле. Мы, к сожалению, не можем молиться нерассеянно. Постоянно отвлекаемся. А о чём идёт речь? О том, что мы удовлетворяемся чисто внешним вычитыванием молитв и не понуждаем себя к вниманию. Мы не каемся даже в том, что мы читаем молитву без внимания. То есть мы совершаем не молитву, а грех. И мы даже в этом не каемся. Вот в чём дело. Учтите. Потому что, ещё раз повторяю, наш ум настолько ослабел, поразительно просто. Человек может решать какие-то сложные математические задачи, встал на молитву, улетел тут же. Улетел тут же в ту же математику и бытовые вещи, и во что угодно. Это поразительное, кстати, явление. Что оказывается, вот эта внимательная молитва – это одно из самых сложных для нас, вот совершенно бессиленных, параличных в своём уме людей, самые сложные занятия. Так вот, надо понять, что тот, кто удовлетворён, удовлетворяется вот таким чистым внешним подходом к богослужению, он совершил божественную литургию. Это же событие! Представляете, какое событие! Я помню, всегда удивлялись, мы ещё будучи студентами, читая ЖМП, три журнала, знаете, такие, где вот там сообщалось, такой-то архиерея совершил там-то божественную литургию. Мы говорим, ой, а-а-а! Какое чудо! Ай-яй-яй! Студенты сегодня посидели на лекции. Да это ж надо записать! Баналы истории! Вы слышите? Вы слышите, какая идея ужасная уже пронизывает? Об этом сообщается. Как о событии какого? То, что является элементарной необходимостью священнослужителя элементарной необходимостью. На это он поставлен. Ему Бог поручил. И вдруг мы это возводим в событие. Всезвычайно. Слышите? Вот отцы предупреждают. Прелесть настигает того человека. Что значит прелесть? Самомнение. Когда он вполне удовлетворяется этим внешним совершением молитвы. Под молитвой, разумеется, и богослужение, и правила церковные, и правила домашние. Всё. Я всё совершаю. Ужас! И растёт, как на дрожжах, это мнение о своём духовном величии. Какая беда! Какая беда! Так вот, видите, я вам помню, зачитывал, успел зачитать, как Семён Новый Богослов говорит, как преподобный Нил Синайский, это V век, пишет, говорит, не желаю видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтоб с ума не сойти. Ух, как эти мечтания губит человек. Вот это воображение, на котором настаивает Игнатий Лойола, вообрази себе, представь себе, не желай, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам. Недаром апостол Иоанн Богослов предупреждает, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Действие слов лжепророков святые отцы изображают таким образом, что это приятно человеку слышать, это льстит его самолюбие, это льстит его тщеславие, это возбуждает его к тщеславным делам, возбуждает его, знаете, к чему? Лететь к совершенству. Слышите? К совершенству. А нужно же понять, ещё раз, друзья мои, пока вот, чтобы это никак не пропустить такого, в чём заключается то совершенство, которое доступно для нашего, вот, для нашего уровня. в чём у нас заключается совершенство? В том, что был хром на обе ноги, лишь постепенно, и ходил с костылями, лишь постепенно одна нога, кажется, стала получше. О! Другая получше. Уже ходит не с костылями, а с палочкой. Ух, как идёт улучшение! Слышите? Вот наше совершенство в чём состоит? В исцелении. Чем характеризуется это исцеление? Можно было бы привести огромное количество высказаний святых отцов. Ну, это нет необходимости. Я вам скажу мысль саму. В чём заключается? Где критерий этого совершенствования? Где критерий? Всё большее видение своих согрешений. Ух, критерий какой замечательный! Не всё большее сладости, не всё большее явление небесных сил, не всё большее дарование творения чудес, прозорливости, изгнания бесов. Нет, нет, нет! Сколько подвижников, сообщают, которые обладали всеми этими дарами и падали, причём насмерть падали, совершали смертные грехи. Почему? Вот критерий! Вот критерий! Причём, это критерий поразительный, о котором пишут святые, великие святые, кажется, достигали не знаю чего. Прямо пишут, что это видение, видение своей греховности, своего недостоинства пред Богом, оно до смерти сопровождает человека. в самих даже блаженных состояниях, когда человек получает духовное утешение, тогда он понимает, что это просто вот, богатейший вдруг кто-то такой, а вы нищий, вдруг вам что-то даёт. За что даёт? Ни за что. Просто он захотел дать ему всё. Что это Бог даёт по своей любви то или другое, а вовсе не потому, что будто бы я чего-то могу достичь. Видите, какое дело? Вот этот вот закон, по которому мы можем судить о своём состоянии. Когда я вижу, что я слеп, глух, калека, тогда я могу сказать, Господи, да, я такой именно и есть. Спасибо, что ты мне открыл это. Это правильное состояние, правильное, но при нём я возгордиться-то не смогу. Почему? При этом правильно. Почему не могу возгордиться? А потому, что я вижу, что я калека, а не штангист и не борец. Слышите? Не могу! Напротив и напротив, когда человек видит себя всё лучше, всё более совершенным, когда он возрастает в своей вере, знаете, бедный человек, самого главного у него нет. Дом строит на земле, а не на камне. Вот так. Один святой, помните даже, на стенах своей кельики маленькой справа написал то, что можно назвать добродетелями. слева написал то, что именно является грехами своими, своими добродетелями, своими грехами. Он написал это, но почему написал это? Святые отцы говорят, что одно из самых злых страстей, которое мучает подвижников, затворников, уединёнников, так, это уныние. Злое уныние, как говорят они. И вот он говорит, вот я увидел, что когда мне нападает уныние, я посмотрю, но всё-таки у меня что-то кажется есть и полегче становится. Когда я начинаю выпадать, ну вот я уже, знаете ли, посмотрел сюда и закрыл голову руками. Ой, не могу, что во мне творится. Так вот, о чём пишет Авва Дорофей? Конечно, мы же люди, имеющие разум, и мы должны, конечно, смотреть, что с нами происходит. И в частности должны видеть, как Господь вдруг помог мне. Я зеленел прям, не знаю, в ужасе, когда видел у кого-то что-то хорошо, какой-то успех. Я молился, Господь вижу, помог мне. Ой, слава тебе, Господи! Какое-то благо! правильный взгляд какой? Не просто компьютерная оценка, а это взгляд такой, который помогает нам и здесь увидеть милость Божию, снисходящую к просьбам, к мольбам, снисходящую к смирению человека. Вот в каком смысле, проходя этот период, да, смотреть на это. Ведь вы обратите внимание, что мы, кажется, вот, только и знаем, читаем молитвы, ходим на богослужение, а ничего не видим в себе. Никакого. Ну, ничего. Таким был, таким остался. Ничего не видим. А не видим почему? Потому что не умеем молиться, об этом ещё поговорим, не умеем молиться, не умеем смиряться перед Богом даже. Даже здесь. Потому наша вся жизнь остаётся бесплодной. бесплодной. А если мы на что смотрим, то смотрим только с какой стороны? Со стороны положительной оценки себя. Вот это вот беда и заключается в этом нашем. Для того и дан человеку разум, чтобы он, зная, зная святоотеческое учение о том, как относиться к этим вещам, зная, вы знаете, почему нам святые отцы так драгоценны, зная, как они говорят относиться, мы исправляли свои вот эти лукавые помыслы и ощущения, которые приходят и от нашего естества, от нашей природы, и от демонов. Мысль будет приходить. Но я знаю, откуда эта мысль. Что эта мысль ложная. Я знаю, да, приходит, да, мне мысль, да, вот я получше, слава тебе, Господи. Уже не такой, как прочий человек. Я знаю, откуда эта мысль. Я знаю, слава Богу, знаю, почему знаю. Святые отцы сказали, откуда эта мысль. А то я действительно мог подумать. А это я знаю, искушение, искушение, наживочка, в которой крючок, на которой рыбка ловится. Вот. Так что тут надо объективно относиться к этим вещам. Я вам скажу так. Не нужно смущаться приходящими мыслями. Даже всякими греховными, тщеславными. Не надо смущаться, надо их отвергать. Не надо смущаться, почему? По очень простой причине. Откуда они исходят? Из меня. А я знаю, кто я. Слава тебе, Господи, ты мне и показываешь этим. Вот, оказывается, кто я. Что из меня прёт. Вот в чём дело-то. И поэтому этим смущаться нечего. А это надо объективно оценивать. И по этим результатам, как дерево по плодам, видеть, что внутри меня есть. Что из меня идёт. И прямые, и греховные. И вид добродетельных всяких мыслей. Вот, кто я есть. Оценивать себя. Вот это очень важно. Вот так. Так вот, я вам сказал о том, что одним из видов прелести очень распространённых, особенно среди духовенства, ну, и среди, естественно, эмирян, которые хотят хоть чуть-чуть быть христианами. Это вот эта вот идея. Вот это заведённого будильника. Вот это то, что я делаю то-то и то-то. Надо рассматривать вот эти мысли, которые приходят, как мысли лукавые, от лукавого. Вот так. Кстати, само принятие Исана, оно должно носить очень разумный характер. Помните, мы находимся в лавре преподобного Сергия и уж должны уж прекрасно помнить эту его фразу. Ну, уж вы помните, как он отказывался, во-первых, сами знаете. И как его архиерей наконец поймал. Вот, Сергий, кажется, ты и постник, и воздержник, и подвижник, а вот послушания это у тебя и нет. И всё, бедный Сергий, прости, Владыка. И рукоположили его. Слышите? Он никак нет. Он приехал, чтобы привёз с собой братья, чтобы Владыка выбрал. И кого-то священник-то нужен же, свяжать литургию, да, так, привёз с собой и попался. А послушания это у тебя и нет. Вот, отец Игоумин. А что он говорил? О чём я говорю? Это надо запомнить. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Правда, интересно? И посмотришь иногда, на некоторых, конечно, это исключительно священники, я надеюсь, вы понимаете. Молоденький, он уже петухом ходит. Да, эти куры-прихожане, и он всех это поклёвывает, научает, всё уже, учитель. Такая беда. Нет скромности, нет элементарного даже, ну что ли, смирения. Вместо того, чтобы сказать, вот так говорят святые отцы, вот такой-то отец говорит так. То есть, изучать надо святых отцов, чтобы давать советы от святых отцов, от наставников, от правил церковных. Вот откуда. Здесь начинает он сам. Я помню, однажды меня просто поразил. Ну, молоденький, нашу академию окончил. Да. Вот мои духовные чада, всё, со мной стало плохо, я потребовал верьянки, всё, давай. Мои духовные чада уже. Ах ты, думаю, уже духовные чады, как легко мы заражаемся. И действительно, я вспомню слова преподобного Сергия. Начало и корень властолюбия. Как легко это приходит, привносится сразу. Конечно, виноваты здесь во многом верующие, которые кланяются, кивают, я не знаю, что только делают. Да, но они это не понимают. Они-то по простоте душевные. А священнослужители, простите меня, превращаются, знаете, в кого? Вот в того, на ком ехал Спаситель. И вот тот, на ком он ехал, не сомневался, что ему кричали «Асанна!» «Асанна!» Он не сомневался, потому что прямо перед его мордой все кричали. И постелали ему ослу же ветки. Ослу постелали свои одежды. Правда же? Христос сидел на нём же. Ему-то зачем это нужны? И он шёл торжественно. «Асанна!» Торжественно идёт, ему поёт «Асанна!» Вот беда! Вы знаете, как это легко? Эта зараза проникает в душу. Ух, Боже мой! Особенно эти, когда сам Бонон начинает восхваление. Не пожелание, которое естественно. Пожалуйста! День ангела, событие какое-то. Пожелайте! Скажите «нет!» Начинает хромому, безногому говорить, что он лучший бегун в мире. Да. Безрукому, что он такой боксёр и борец, что такого ещё в истории не видели. Что он и святой, я не знаю какой, и преподобный, прежде преподобие. И, понимаете, дьявольское дело прям делаем. И не стыдимся. И не стыдимся. Превращается в какое-то, уже знает, чуть ли не правило. Вот всё это что такое? Это то, о чём мы с вами говорим о прелести. Кстати, учтите, вас будут хвалить, потому что всех нас. Кто-то обязательно нас похвалит. Кто-то ругает, кто-то хвалит. Ну, кто ругает, мы говорим «у!» Ничего не понимает. Он, конечно, кто хвалит, но это всё-таки человек. Хороший, разумный. Но учтите такую вещь. Хвалит тот, кто сам ждёт похвалы. Учтите это. Он ждёт. И это естественно. И дедушка Крылов замечательно писал об этом же. «Замечательно! Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Вот оно, где тайная пружина вот этой вот прелести, этой лести и прелести, которая сидит. «Я вас хваляю, ваше вашество, вы лучшее имеете». Ну, и вы тоже знаете, для чего хороши. Вот так. И начинается. Действительно, кукушка и петух. Почему я говорю об этом? Что, к сожалению, это заразная болезнь. Заразная. Она же в церкви присутствует. Расползается, как рак. Заражает молодых людей, главное. Вот что беда. Молодые заражаются от старших и научаются. Подражают более высоким. И поражается церковь. Почему поражается? Когда мы живём лестью и прелестью, что ожидать? Где Бог? Где Христос? Научитесь от меня, я как рот, так если смирен сердцем. Ну, что вы! Вот так, друзья мои. Так что, вот это замечание. Замечание очень важное в отношении прелести, поскольку оно касается прям нас с вами. Потому что все мы напомнимся в этой системе. Служение, неважно какого служения, архиерей, иерей, гиппо-диакон, ой, не гиппо, а ипо-диакон, извините. Ой, греческий язык. Одно при дыхании всё меняет совершенно. Ипо-диакон – помощник диакона, а гиппо-диакон – это конюх. Кто-то за конями ухаживает. Вот так, можно ведь, ошибиться, знаете, получите по шапке. Что? А навсегда ли тот, кто хвалит, сам ждёт похвалы? Общее правило таково. Общее правило таково. Но нет правил без исключения. Некоторые правила, бедняжки, он стоит весь и дрожит. Как же, если я не похвалю, так всё. Что мне тогда будет? Я уже знаю. Вы, вы лучшие, лучшие, вы лучшие. Только меня не трогайте. Так что хвалят, подчас и от страха, от страха. Хвалят для того, чтобы получить какие-то, ну, знаете, какие-то льготы. Надежда, вдруг орден дадут. Ну, ну, кто не похвалит? Ну, и мало ли, какие ещё преимущества. Настоятелем сделают. Или из храма в конце, кто не выгонят. Не пошлют куда-нибудь деревню строить разрушенную. Ну, причин может быть много. Много причин. Вы правы. Но здесь присутствует этот элемент, как правило, он присутствует. Всё-таки, 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 я надеюсь, и меня всё-таки похвалят. Всё-таки, ну, и мне скажут что-нибудь такое приятненькое, в конце концов. Хотя я знаю, что врет, как сивый мерин. Но всё равно оно приятно. Врет, да приятно. и живём вот этим, знаете ли, прахом, этими мыльными пузырями, которые лопаются и треск стоит от них. Это как правило. А мотивы могут быть превходить и другие мотивы. Да. Хорошо, друзья мои. Это вот то, что я хотел вам сказать о прелести, о некоторых основных её моментах. Напоминаю вам слова преподобного Семённого Богослова, который говорил прямо «Весь род человеческий находится в прелести». Вы знаете? Весь род человеческий. Надо понять, что это значит. Что это значит? «Все мы видим себя хорошим». Вот и всё. И всё. Льщу себе. Ты посмотри, голубчик, что в тебе творится. Помните Достоевского? Как он писал в «Униженных и оскорблённых». Там генерал, помню, говорит, «О, если бы только открылось то, что во мне, то, что я скрываю от людей, то, что я скрываю от своих друзей, что я скрываю от своих родных и близких, что я скрываю даже от самого себя, если бы только это открылось, говорю, то такое бы зловоние пошло в мире, что и дышать-то было бы невозможно». Ух, как сильно сказал! Вообще, я хочу пользоваться случаем сказать, это удивительно христианнейший писатель Достоевский. Всюду у него вот эта вот замечательная мысль проходит о том, о нашей глубокой падшести и в то же время, что при этой падшести в каждом человеке есть лампадочка, есть ещё огонёк, не загаси её, отнесись с благоговением к человеку падшему. Слышишь? Отнесись к нему с благоговением, потому что он, возможно, возможно, и, скорее всего, выше тебя окажется пред Богом. Слышите? Вот так. Вот Достоевский в этом плане действительно христианнейший, действительно писатель. не без основания относит к состоянию самообольщения, к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, но не думать, что только иноков, а то подумаете, да, и все шишки на иноков, да, душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвою и Иисусовую и вообще умное делание удовлетворяются одними внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах, неопустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения, молитвословий, устных и гласных, а они таковые не могут избежать мнения. Почему? Он объясняет. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием. Обратите, что дальше пишет. Когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовою. Слышите? Очень редко совершаем божественную литургию, даже не говоря уже о прочих богослужениях. Тот, кто не упражняется молитвою Иисусою, сам, один, наедине, постоянно, насколько это возможно, оказывается тогда он говорит, устные гласные моления тогда плодоносно, когда сопряжено со вниманием, что встречается очень редко. Ну, как-то были случаи у меня в церкви, что-то стою, а вот делал внимание, где-то впереди там монахиня, кто-то одетый как монахиня, и чётки сверкают просто, ух, я позавидовал, надо же, сколько-нибудь раз в час-то сделает, наверное, тысячу, насколько ближе к Богу сразу. Всё зависит от количества молитв. Я не знаю, вы знаете это или нет, от количества. Вот так, друзья мои, вот видите, он говорит об иноках, это относится, ну, писал Игнатий Бринчин преимущественно, писал монашествующим, поэтому он говорит, относится ко всем христианам, и ко всем священнослужителям. И вот здесь то, о чём я вам говорил, что пишут все святые отцы, он подводит итог такой. Все святые признавали себя недостойными Бога, этим они явили своё достоинство, состоящее в смирении. Все самобольщённые считали себя достойными Бога, этим явили объявшие их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали своё воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самобольщение совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Вот, оказывается, какие вещи, да, связаны с прелестью. Вот вопрос возникает очень серьёзный, конечно. Как не впасть в неё? как жить нашему брату, который ничего не имеет? Сидим годы в духовной школе, кстати, годы не в школе, а в духовной школе, и какими вошли, худшими вышли. где же она, духовность-то? Проводим колоссальное время за богослужением, за молитвословиями, выходим и не можем Отче наш прочитать без рассеянности. Мы совершенно не учимся молиться. Вы слышите, как он сказал? Упражнения, упражнения. Посмотрите, как спортсмены, вообще, посмотрите, тренируются под градом. Я помню, я рассказывал один, который был в составе сборной России, вёз меня как-то. Он рассказал какие-то тренировки, я сказал, ну, вы знаете, вы, пожалуй, превосходите древних подвижников и аскетов. Аскео, тренируюсь, упражняюсь. Какие колоссальные нагрузки. Оказывается, для того, чтобы научиться той же молитве, молитве, нужно именно упражняться. Понуждать себя надо к этому. Не просто так шаляй-валяй, а вот понуждать себя надо к этому. Но понуждать себя надо к этому, понимая, понимая, как это надо делать. и что было бы очень хорошо, но что является в наше время уже редкостью, заниматься этим под руководством наставника. Наставник тот, кто знает святых отцов, по крайней мере, в этом вопросе. Кто сам ведёт всё-таки духовную жизнь. Проще сказать, тот, кто сам уже прошёл вот этот отрезочек пути, уже прошёл. как в лесу, знаете, он уже знает, что вот здесь, на этом отрезке я могу тебя провести. Дальше я не знаю. Но вот здесь я тебя доведу. Вот до той речки, о которой ты говоришь, доведу. Дальше я не могу. Не знаю. Вот хорошо бы найти такого человека, который уже и сам бы прошёл. Но вы знаете, вот поразительные вещи, что уже даже в древности, когда, допустим, там Золотой век было подвижничество, Пятый особенно век, Шестой век, что интересно, когда были не только сотни, а буквально тысячи подвижников, вспомните, потеряли, когда до трёх, там три-пять тысяч монахов собирались, чтобы встретить Пимена Великого, так даже они говорили, что даже и в то время найти духовника было не так всё-таки просто. Не так просто, как Ого, который бы действительно сам прошёл. Вот мы с вами что, теориатизируем? А найти вот этого опытного человека, это, кажется, в высшей степени трудно. Но если есть такова и возможность, возможность найти это было великим благом. И все это прекрасно понимают. Все это прекрасно понимают. в любом деле требуется учитель. Ну, в любом. В любом ремесле, если хотите. А ведь вы знаете, как святые отцы называли духовную жизнь? Наука из наук. Художество из художеств. Помните, как они называли это? Вот. Художество. Попробуйте научиться без художника. Это же не так просто. Науке без учителя. Это же очень трудно. Вот. Так вот, вопрос о наставниках – это всегда вопрос насущный. Но повторяю вам ещё раз, что ситуация оказывается более серьёзной, чем это можно подумать. Уже древние предупреждали. Помните, я вам говорил о Петре Дамаскине, который говорил, что много вреда потерпел я от неопытности наставников. Много вреда потерпел. Вы слышите? Каз не так просто. Если мы обратимся, Нил Сорский об этом пишет, что на фоне он был, искал, находил, кажется, старцев, у которых, кстати, обратите внимание, Нил Сорский пишет, старцев, которые жили там в горах на фоне, у которых было один-два ученика послушника. Обращаю, пожалуйста, запомните. Один-два – это Нил Сорский пишет. Это же мы видим и раньше. Учеников было совсем немного. Совсем немного. Один-два, не знаю, может быть, три. Прочие не были послушниками. Послушник были вот эти. И эти послушники, кстати, как они исполняли уже волю старца? Беспрекословно, абсолютно. во всём спрашиваю у него позволения. Но скажу вам такое дело. Не думайте, рабов найти легче, послушника найти труднее. Раб выполняет, что ему приказывает. В чём выполняет, как? Ну, как? Ну, приказали, выполняет, да. Послушник – это вовсе не тот человек, который просто безумно выполняет то, что им приказывает. Нет. Прежде чем стать послушником, что с ним происходит, учтите, это человек искренне ищущий ответа на те духовные проблемы, которые стоят перед ним. Как молиться? Как молиться? Сколько молиться? Как часто нужно молиться? Какой молитвой молиться? Что делать, когда нападает уныние, когда тщеславие, когда прочие вещи? Он ищет этого, слышите? Не просто так, а ищет ответы, помощи ищет. И когда ищет поэтому человека, который мог ему помочь. И вот когда он находит этого человека, слышите? Не просто ему говорит, вот там, сходи. Как я вам говорю, стою в лавре, подбегает ко мне женщина, где тут святой такой-то прозорливый? Я говорю, это может и я. Она посмотрела и говорит, нет, у вас бороды нет. Ну всё. Всё. Высший критерий. Да, да ещё безрясы. Так вот, это очень же важный вопрос. чрезвычайно важный дух найти вот этого руководителя, этого лоцмана, этого проводника. Как здесь пройти? Как здесь не ошибиться? Как не заблудиться? И так далее. Понятно это? Конечно, понятно. Но, повторяю вам, это очень важное, о чём сейчас мы с вами говорим. Кто такой послушник? Послушник именно тот, кто хочет духовной жизни? Слышите? Кто пытается её вести и натыкается всюду, вот, на проблемы, с которыми не знают, что делать? Вот такой послушник, а не просто раб. Потому что, к сожалению, очень часто под послушником что разумеется? Тот, кто всё безоговорочно выполняет, всё, что прикажет, и всё. И есть люди, которые ищут просто этого рабства. Почему? Вот сейчас вы увидите таковых множество. «Не надо мне думать об этом!» Говорят, да книг полно, не хочу я читать никаких книг. Но ты принимай решение, не хочу я нести ответственность. Мне вот сказал вот такой-то батюшка, всё в порядке, и всё, и душа моя спокойна, и завтра ты должна встать с левой ноги. Всё, и красота, мне ничего не нужно, ни ответственности нет никакой, да, не нужно мне читать святых отцов, не нужно мне искать ответы на вопросы где-то в какой-то святотейской литературе. Мне найти кого-то, кто мне отвечал на все их. И, как вы знаете, сейчас очень немало таких людей, которые готовы вам от себя дать ответы на любые вопросы, хоть как на луну забраться. Всё, что угодно. Понятно, кто такой послушник. Это первое. Второе, кто такой послушник. Послушание в древности и само понятие послушания послушник, оно было связано с чем? Повторяю, с беспрекословным и абсолютным послушанием. Когда вот ищущий это находил такого старца, всё. Иоанн Колов три года ходил и поливал сухое дерево. Три года на большом расстоянии. Так благословил старец. Дерево, в конце концов, зацвело, распустилось, заделенело. Но это дело не в этом. Вы слышите, кажется, подчас абсурдные вещи на первый взгляд, которые могут показаться. но вот человек это делает. Он увидел, увидел в нём, в этом человеке, который действительно ему открывает путь истины. И он это убеждался и дальше. Значит, искал, а не просто хватал. Как правило, иногда было ясно уже, опытнейшие люди советовали, говорят, вот, мы сами к нему уже ходим. Это действительно великий отец. Это в истории, когда мы можем найти. Слушайте, это было редкое явление такое, далеко не всегда. Мы находимся в другой ситуации. Ситуации очень сложные. Ситуации, когда никакая прометчивость нас никогда не оправдает. Третье, о чём хочу сказать. Вот Нил Сорский. Один-два послушника. Слышите? Один-два. Прочие, я думаю, что обращались и другие люди к ним. Обращались, я думаю, да. Если это был действительно человек, в котором увидели, что от него можно получить действительно хороший, добрый совет, обращались. Но это были отношения какие? Обращались за советом. до совета. Никто не обращался, кроме этих одного-двух, до того, что мне батюшка купить, что мне батюшка продать, да, чего мне читать, и так далее, и тому подобное. Ну, всякие, всякие, нет, там были отношения совета, и он лишь советовал. Слышите? Послушникам не советовал, а приказовал. Я почему об этом говорю? По очень простой причине, что, к сожалению, в наше время, слыша о том, что послушание требует беспрекословности, так, вступают опромётчиво, не узнав даже как следует человека, будучи мирскими людьми даже, а не монахами, пытаются встать в отношения послушания, допуская этом тяжелейшую ошибку. Забыли, что послушание требует вот личного, постоянного личного присутствия, постоянного личного контакта, когда послушник непрерывно, если хотите, по нужде сходить, и то спрашивает, можно ли отче, а то тут скажет, подожди немножко. Вот так. А тут, мы сразу восходим на степень послушников, подумайте только. Что, о чём это говорит? О неразумности, о непонимании, что такое послушание, о непоневидении самих себя даже. Взяли форму, берём, бесприкословно послушание, и забыли о самом главном, о душевной пользе при этом. ибо рабов стать рабом неизмеримо легче, нежели стать послушником. Неизмеримо легче. К чему это всё говорю? К тому, что немножечко нам следует всё-таки поговорить на эту тему. Важнейшее, о чём говорят отцы, святые отцы. Я вам потом процитирую, не подумайте, что это отсебятина какая-то. о необходимости большой осторожности в выборе духовника, руководителя. Об опасности, о большой опасности принять бездуховного старца, бездуховного наставника за духовника. То есть духовника какого? В любом даже случае. И в смысле послушания, и даже в смысле совета. Знаете, вот сейчас эта мода пошла всю, да, особенно, так сказать, люди состоятельные, обязательно им надо кто-то, чтобы у меня духовный отец. Причём часто, в зависимости от уровня, духовный отец бывает там архиерей, там митрополит, там или партеерей метроносный, например, да, это же намного благодати больше всё-таки. Так, обязательно надо кого-то найти, не понимая даже, что какое-то ответственное дело. И, слава Богу, если найдёшь просто порядочного, разумного, искреннего и смиренного человека, ну, слава Богу, но учти, каковы должны быть отношения. Это вопрос высшей степени важный. Вот. Второе, значит, о чём идёт речь. Это о правильном отношении к духовнику. Вот. О правильном отношении к духовнику. Есть два вида отношений, повторяю вам. Первый – это вот то, о котором пишут Нил Сорский, пишут древние отцы. Это жизнь по послушанию. Это вот касается тех одного-двух послушников, которые живут при старце. Второй путь – жить по совету. когда человек приходит не для того, чтобы получить приказ, а получить разумный совет в данной духовной проблеме. Наконец, третье, о чём они говорят, это, может быть, самое печальное в отношении чего даже подчас бывают протесты. это то, что в последние времена, как об этом говорили уже давно им, давно тысячелетия назад, и, приближаясь к нашему времени, эти слова становились всё более частыми, то, что выразил Игнатий Валенчин с большой силой «Богоодохновенных наставников нет у нас» с восклицательным знаком. Так? Это оскудение, оскудение действительно тех опытных людей, которые сами хоть в какой-то степени прошли путь духовной жизни, исходя не только из научения по книгам, научения из Священного Писания и Святых Отцов, но и в какой-то степени пройдя и сами этот путь духовной жизни, могут дать добрый совет. Вот эти вот вещи все очень важные. Они особенно важны для нашего времени, поскольку сейчас, ну, как вы знаете, это ажиотаж какой-то невероятный в отношении духовников. Просто ажиотаж, что помощник, действительно хорошо иметь помощника, это верно, но надо к нему и верно относиться. Насколько важно выработать сейчас иммунитет к нашим подрастающим поколениям, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас естественно есть. Мравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова